привет ну что решил давай посмотрим как ты решил так сейчас я тебе экран покажу свой видишь хорошо я как тогда возьму скопирую изображение вставлю его туда в электронную таблицу это будет удобно нам молодец значит соображаешь так давай я значит немножко тут размещу это ну перешал первую задачу или вторую или обе где-то вторая это не так хорошо ладно давай секунду подождем вот у нас первое вот у нас вот так я сюда ставил значит у нас есть не знаю это не магический квадрат наверное вот такая вот головоломка 9 цифр вот здесь вот записано в этом квадратике между этими цифрами стоят знаки плюс данном случае мы знаем сколько получится сумма по рядам и сколько получается сумма по колонкам так вот и нам надо разгадать какие цифры от единицы до 9 вписаны в эти ячейки нам еще известно что каждая цифра была вписана по одному разу всего 9 ячеек и 9 цифр и все они вписаны по одному разу вот тут мы сейчас вписывать уже не можем это просто картинка и олимпиада сейчас я посмотрел недоступно на сайте мы будем вот здесь в электронной таблице вписывать значит у нас будет вот здесь какой-то ячейка вот здесь ячейка и здесь я давай я вот так вот сейчас это непривычно мне эксель так секунду где что-то выделить то ячейки значит 15 ответы я пишу 11 19 а здесь 18 15 и 12 вот у нас сама задача а вот здесь мы будем подбирать наши циферки ну давай рассказывай как нам надо решать такую задачу вот сюда ты единицу ставишь потом дальше что все правильно мы пробуем сюда поставить единицу может оставить не можем правильно да а если двоечку поставим то тогда что получается да в сумме единичка и двоечка нам дадут 3 вот нам же надо разгадать вот эту вот загадку вот мы вписали сюда единицу если мы сюда впишем двоечку то у нас получится 1 плюс 2 3 и не хватает здесь 12 чтобы получить 15 так у нас то циферки только от единицы до 9 12 нам никак не подходит значит если мы решили что давайте попробуем в первую ячейку вписать единицу то тогда на место 2 ячейки двоечка маловато будет так тоже самое наверное троечка маловато будет так и четверочка значит мы начинаем с чего вот здесь вот хорошо с пятерки вот здесь вот начинаем да тогда получается 1 плюс 5 будет сколько и не хватает 9 значит вот первый ряд мог бы быть вот так это первая комбинация которую мы нашли при этом когда мы искали первую комбинацию мы вот на это место подбирали самые маленькие числа которые вообще ну могут быть вообще так так ли они сюда и сюда мы подобрали самые маленькие сюда когда мы подбирали нам вообще ничего не мешало ну мы и самая маленькая подбирать подобрали единицу а вот уже сюда когда мы начали подбирать мы нам уже пора задумываться о том как это нам 15 получить если мы уже говорили о том что единицу сюда мы подобрать не можем потому что один плюс один получается но я один и один не может быть у нас все по одному разу двойка здесь не может быть потому что 1 и 2 получается всего лишь три и здесь должно быть большое число и поэтому уже для второй клеточки нам пришлось немножко подумать прикинуть мы начали вот с пятерки пятерка это самое маленькое число которое будет во второй клетке если мы в первую решили поставить единицу ну а девятка это уже по остаточному принципу как говорят что получается то получается если мы сюда поставили 1 и 5 то сюда остается только 9 чтобы в сумме получилось 15 правильно хорошо что мы дальше делаем это по вертикали наверно мы пытаемся заполнить все же следующие ячейки до ниже хорошо почему не может подойти что-то другое допустим 7 или 6 сумме вот эта единица и это число дадут слишком маленький ответ так пока результат в сумме и нам получится что нужно вот здесь вот будет добавлять вот здесь вот добавляет двузначное число правильно хорошо а вот 8 уже здесь кажется получается так подожди ты немножко спешишь откуда ты вот взялся сейчас 9 ты начал говорить о девятке ты еще объясни пожалуйста как это девятка который ты сейчас говоришь получается в твоей голове получить 18 вот здесь не хватает девятки так и теперь ты уже продолжай все правильно значит отсюда какой вывод если мы сюда девятку не можем поставить значит а у нас не неправильный ответ еще ответа никакого не получилось мы последнюю цифру которую поставили мы ее поставили неправильно так а какую цифру мы последнюю ставили нет подожди почему девятку ну девятку мы здесь даже и и не ставили если честно мы сразу ее перед тем как поставить увидели что она уже занята вот она есть поэтому мы ее и не ставим что последним и поставили до этого но восьмерку последнюю поставили правильно вот здесь во втором ряду да и вот эта восьмерка она у нас неправильная потому что с этой восьмерка у нас ничего не получается что мы будем делать дальше подожди а здесь на месте восьмерки ничего нельзя поставить ну вот смотри мы здесь поставили пока только 8 и мы все цифры которые ставим и их будем увеличивать до тех пор пока можно увеличивать мы же организуем перебор правильно ты решаешь по этой методике мы сейчас смогли поставить сюда единицу сюда пятерку так получилось что здесь стала девятка здесь мы поставили восьмерку потому что меньше ставить просто невозможно и потом посмотрели что восьмерка не получается потому что здесь надо тогда 9 ставить а здесь 9 ставить мы не можем у нас уже 9 есть значит ну что 8 неправильно поставлена значит надо 8 изменить на что-то другое на что мы можем 8 менять вот на девятку а дальше ты уже начинаешь рассуждать дальше мы можем на девятку поменять и увеличить эту восьмерку потому что уже девятка есть значит увеличить эту восьморочку не получается а еще больше увеличить 9 увеличить мы можем нет ну вот я в ячейке вот это число мы можем увеличить не можем мы не можем потому что у нас все числа от единицы до 9 настолько циферки здесь вписано да а куда же уже больше чем 9 нельзя значит для этой ячейки мы ничего не найдем правильно не 8 не подходит не 9 не подходит значит мы эту девятку стираем что нам делать дальше так хорошо мы возвращаемся говорят на шаг назад еще назад мы возвращаемся что до этого мы расставляли на пятерку и девятку но можно сразу сказать что смотри это девятка она получается ну как-то автоматически по остаточному принципу говорят когда мы расставили 1 и 5 то 9 уже автоматически получилось на самом деле мы расставляем только один и только 5 вот тут мы будем клеточки расставлять а эти клеточки в третьей колонке или в третьем ряду они получаются уже автоматически чтобы было вот это равенство вот было у нас 15 значит что 15 получилось мы посчитали здесь 6 значит здесь должно быть 9 на самом деле вот здесь вот девяточку мы не подставляем правильно мы ее не гадаем здесь мы ее вычисляем уже когда 1 плюс 5 вот это мы подобрали тут мы сами поставили а здесь уже вот 6 получается из 15 6 вышли его сюда 9 вставили значит если нам возвращаться на прошлый шаг и пытаться на прошлом месте поставить другое число то какое из этих чисел мы должны вот сейчас будем менять на самом деле ну 9 мы можем менять 9 будет меняться само так но я только что рассказал ты будешь менять только 1 и 5 но последнее который ты менял это было 5 а и тут ты высчитаешь уже автоматически что же там остается на этом месте так хорошо ставим здесь 6 тогда автоматически здесь что должно стоять чтобы 15 получилось 8 так вот тогда будет 1 плюс 6 7 и 7 плюс 8 будет 15 хорошо мы попробовали другую комбинацию для первого ряда так сначала было 159 а сейчас у нас но ничего не вышло из этого мы не смогли здесь расставить числа а здесь сейчас 168 что дальше приходим вот этому первому столбику так и пытаемся подставить сюда вот какое-то число так так хорошо какое будем подставлять сюда 8 мы сюда не можем поставить потому что 8 уже есть так хорошо 9 мы можем сюда поставить давай попробуем пока 9 ставить тогда дальше что мы говорим а что не получается у нас хорошо вот здесь вот на этом месте у нас автоматически вычисляется та цифра которая должна быть чтобы в сумме получилось 18 так если мы сюда попробовали поставить 9 то 1 плюс 9 будет 10 и здесь нужно поставить что 8 и вот ты говоришь о том что 8 мы не можем поставить потому что 8 у нас уже есть так значит 9 сюда поставить мы не можем и 8 мы сюда раньше не могли поставить опять же из-за этой вот самой восьмерки две восьмерки быть не может здесь и здесь а еще меньше цифры там 76 мы тоже не можем почему не но а еще почему вот всем допустим почему не может здесь сумме единичка и семерка дадут слишком маленькое число они дадут 8 и нам сюда надо 10 писать а у нас надо вписывать числа от единицы до 9 короче опять на это место мы ничего не смогли поставить так так значит что мы сейчас будем пробовать опять менять подожди единичку менять а почему единичка менять подожди а почему ты единичку меняешь предыдущий шаг это что ну так что нельзя ничего другого поставить на эти места но семерку на место шестерку мы не можем поставить да не ну так ты про это говори что мы можем попробовать поставить семерку но если мы поставим сюда семерку тогда один плюс семь будет восемь что 15 получить не хватает еще одной семерки но такой комбинации быть не должно две семерки так значит на этом месте семерка быть не может значит мы можем что попробовать еще дальше ставить а почему а 8 не ну если здесь будет восемь то здесь будет не 7 до что здесь будет но вообще такой ситуация такая возможно не мы только что разбирали 16 и 8 вот и можешь просчитать по эти буквочки взять и пронумеровать вот назови эту буквочку которая вот здесь допустим буквочка а здесь буквочка б здесь буквочка в здесь буквочка г д мы раньше разбирали вариант когда на месте второй буквы было 6 то есть буква б равна 6 и буква в равна 8 а сейчас мы смотрим другой вариант не б 6 а в 8 а б 8 и в 6 это совсем уже разные вещи понимаешь может быть рассуждение у нас похожи по будут дальше что мы в первую колонку ничто не сможем ставить но на самом деле мы сейчас уже на место одной буквы ну ставим другое значение раньше было 6 и 8 а сейчас 8 и 6 разные буквы но это вот как знаешь примеры у тебя есть допустим две конфеты и у меня есть 10 конфет ну если суммировать эти конфеты то сколько у нас всего будет 12 и тогда допустим если ты мне скажешь а давай наоборот у меня будет 10 конфет а у тебя будет 2 конфеты ну и ты мне объяснишь так все равно же в сумме у нас было 12 не ну так цену его нас будет 12 но все таки лучше мы не чтобы у меня было 10 конфета а у тебя пускай 2 остается или у тебя два рубля у меня 10 рублей что лучше для меня чтобы у меня было 10 у тебя два или чтобы у меня было 2 у тебя 10 вот а тебе может быть наоборот но на самом деле короче это немножко разные вещи когда у одного человека одно количество рублей а у другого другой или наоборот то есть игра это какой-то ролик кто у нас то человек и сколько у него рублей кто у нас человек и сколько у него конфет поэтому мы рассматривали до этого вариант 6 и 8 вот представь у кого-то 6 рублей у кого-то 8 а потом рассматриваем ситуацию наоборот и все равно мы ее должны рассмотреть но сумма не меняется но когда мы начнем расставлять эти слагаемого здесь по столбикам то сумма в первом ряде может не изменится а когда поменяются по столбикам эти слагаемые то уже может быть повлияет на результат в другом столбике понимаешь вот здесь было раньше 6 а здесь было раньше 8 для первого ряда это все равно 6 и 8 или 8 и 6 а вот для второй колонки и третьей колонки очень даже равно если здесь будет 6 стоять или если здесь будет 6 стоять понимаешь тогда это шестерка будет влиять на 15 а восьмерка на 12 а если наоборот поменять то уже тут будет стоять восьмерка ну или там шестерка уже будет по другому влиять на свой столбец и на свою другую сумму по второму столбику по третьему столбику понял про что я говорю у нас же очень много как бы равенств вот это вот первое равенство первый пример второй пример третий пример 4 пример 5 примеры 6 пример когда мы напишем здесь одно число здесь второе а потом поменяем их местами то вот для этого равенство ничего не изменится от перемены мест слагаемых сумма не меняется как ты сказал а вот для этого столбика и этого столбика очень даже изменится одно дело здесь чтобы стояла шестерка и мы тогда уже остается 9 в сумме на эти два столбика а второе дело когда здесь стоит восьмерка и тогда только 7 остается на эти два столбика понимаешь это играет роль где ты ставишь 68 ну вот поэтому нам надо рассматривать все варианты пусть мы раз давай вот сейчас дальше рассматривать пусть у нас значит получается здесь 8 тогда здесь автоматически 61 плюс 8 будет 9 9 и 6 получается 15 дальше мы должны рассуждать по похожей схеме как мы рассуждали до этого когда у нас были другие цифры 68 мы придем к чему если вот у нас будет 86 да ну вот мы восьмерку не подставим и девятку мы потом тоже не подставим короче у нас получается вот для этого столбика те же самые рассуждения какие у нас раньше получались когда у нас здесь было 6 а здесь было 8 так все правильно и поэтому мы 8 должны должны будем отбросить и на место 8 должны будем поставить что не подожди мы тогда должны дальше потихонечку аккуратненько увеличивать эти цифры вместо 8 мы пробуем поставить 9 тогда здесь будет 5 вот здесь вот и опять у нас ничего не получится но все равно ты должен сказать о том что мы будем перебирать эти варианты и мы будем постоянно заходить в тупик когда мы будем пытаться вычислять вот этот вот столбик потому что с точки зрения этого столбика во всех случаях единица стояла ли она продолжает стоять и она никак не дает нам подобрать вот сюда два значения чтобы там не повторялись эти там девятки или восьмерки понимаешь но все равно все варианты перебрать надо а ты как-то вот прыгаешь уже от там 6 скажем и 8 ты сразу сказал что давайте рассматривать здесь 2 на самом деле нам надо перебирать все 6 8 7 7 не получается 86 не получается 95 не получается и вот сейчас мы можем увеличивать еще больше вот здесь вот число было когда-то 5 потом 6 потом 7 потом 8 вот сейчас 9 еще больше здесь мы можем увеличить да значит здесь мы увеличить не можем значит мы берем сейчас стираем все что вот здесь вот есть и пробуем увеличить сейчас что пробуем увеличить единицу хорошо на место единицы мы будем писать что двойку хорошо тогда дальше что мы начинаем перебирать все то же самое единица подходит не подходит почему напомню слагаем буду значное число если будет единица то у нас получится в сумме 3 и тут не хватает 12 чтобы получить 15 а 12 он стоит нельзя значит сюда единичку поставить мы не можем двойку мы сюда поставить можем потому что уже двойка есть тройку поставить можем потому что 2 плюс 3 будет сколько хорошо значит 1 2 3 не можем 4 можем вот 4 можем хорошо тогда что здесь что должно быть куда будет день хорошо вот попробовали наста и найти какую-то комбинацию уже другую вот нашли что-то первый рядок сейчас сходится что дальше мы решаем например где там 18 ответ вам плюс 7 так а почему сразу 7 ясно мы одно слагаемое увеличили второе можем уменьшить в общем рассуждение здесь все те же самое меньше чем 7 здесь не подойдет потому что если будут меньше цифры вот на этом месте то сумма первых двух слагаемых будет маленькая и вот здесь должно будет быть двузначное число которое нам нельзя ставить так значит всем вот семерки мы начинаем мы можем перебрать здесь потихоньку 1 2 3 попробовать 4 попробовать и будем видеть что 2 плюс 4 там 6 нам 12 не хватает вот мы до 7 дошли хорошо 7 мы можем поставить что дальше получается вот здесь девятка должна получиться так 2 плюс 7 9 еще надо 9 чтобы 18 получить хорошо а 9 ставить мы не можем потому что 9 уже было значит на предыдущем шаге мы неправильно поставили предыдущий шаг это какой напомни нет нет предыдущий шаг вот сейчас ну то есть последний шаг который мы выполняли что мы последняя цифра какую-то семерку значит на этом месте мы пробуем поставить что-то другое что попробуем поставить а ну 8 мы всегда увеличиваем мы просто пробуем следующее число следующее следующее 8 можем попробовать здесь а нет ну почему нет сразу по по давай пока пока можно вот пока мы еще не пришли в тупик никакой вот мы думаем просто на этом этапе об этой ячейке что нам мешает 8 поставить пока 8 еще не было можно поставить можем поставить тогда дальше начинаем рассуждать 2 плюс 8 будет сколько сколько не хватает а 8 вот сейчас вот сюда вот мы можем 8 поставить вот сюда сюда мы 8 могли поставить а уже ниже сюда мы 8 поставить не можем значит тупик значит опять возвращаемся на последний шаг на котором мы были что мы последний раз ставили восьмерку и пробуем поставить на ее место что-то другое что-то другое это следующая цифру 9 мы можем поставить сюда можно не можем потом значит и девятку мы поставим а еще больше чем 9 мы можем поставить потому что по условиям мы не имеем права так да значит не можем мы вообще ничего поставить в эту ячейку правильно ну ничего не получилось сюда поставить да и меняем какую цифру меняем четверку так так вместо четверки мы вписываем что тогда 9 автоматически меняется на что на восьмерку у нас получается вот такая комбинация 2 плюс 5 7 плюс 8 15 хорошо дальше до хорошо семерку так но опять мы как и прошлый раз мы рассуждаем вот меньше семерки не получится иначе здесь двузначное число получилось даже расставить да вот интересно хорошо тогда что мы дальше делаем вот это второй колонку так или второй столбик что мы пытаемся сюда что-то поставить хорошо ну то есть мы пробуем сюда поставить какую из них который назвал а единицу почему а потому что тогда будет 4 не подожди забегаешь немножко вперед вот когда мы думаем только про эту ячейку и не про какие другие мы сейчас не думаем про то что получится в этой ячейке что получится в этой ячейке мы думаем вот сюда сейчас мы можем поставить единицу или нет и не забегай вперед своих мыслях не считай впереди что будет дальше можем единицу сюда поставить можем пока еще никакого противоречия нету а потом мы дальше начинаем рассуждать что мы можем поставить сюда и что мы можем поставить сюда и и давай дальше уже рассуждать если здесь стоит единица то тогда что 5 плюс 1 равно 6 вот тут 15 минус 6 15 минус 6 равно 9 и мы находим в тупик да почему потому что 5 но вот в тупике если здесь надо 9 поставить почему мы приходим в тупик да вот這 bunda не потому что 5 слишком маленькое число потому что 9 вот он так мы пытались поставить в эту ячейку вот в эту ячейку мы хотели поставить что то И не получилось поставить Только 9 надо ставить, а 9 уже есть Вот и тупик для этой ячейки Получился Значит возвращаемся на самый последний шаг Который мы делали И пытаемся там поставить новое число Какой самый последний шаг был? Это 9 Нет Это была вот эта единица Так, на этой месте Это единица, мы что будем ставить? Можем поставить Ну мы ее увеличиваем Двойку можем поставить? Нет Почему? Да, у нас есть двойка Да, двойка есть Хорошо, тройку можем поставить? Да Так, тройку пока мы можем поставить Хорошо, дальше думаем И тогда 5 плюс 3 равно 8 И 15 минус 8 То надо 4 еще Подожди 15 минус 8 Не хватает Сколько? Тогда будет 7 15 минус 8 Равна 7 Вот здесь 7 Надо ставить Это мы можем сделать? Нет Почему? Потому что семерка у нас уже есть Семерка у нас уже есть Все, значит семерка не получается Значит мы опять возвращаемся на последний шаг И пробуем другое число на это место поставить Последний шаг был какой? Тройка Тройка На мое место пытаемся ставить следующее число Какое импульс следующее попробуем поставить? Четверку Четверку Ну пока же можем поставить четверку? Да Ну можем Дальше думаем А потом получается 5 плюс 4 равно 9 И 15 минус 9 равно 6 Можем поставить? Да Можем Хорошо Вот у нас уже сколько получается поставить? Дальше думаем Что? Ну у нас 5 плюс 4 равно 9 И сейчас 6 равно 15 Совпадает Хорошо Дальше Как мы переходим на следующий шаг У нас остается только Семерка у нас уже была И четверка у нас была У нас остается только единица и тройка Но сейчас вот если уже посмотрите Мы подожди Мы вот здесь автоматически высчитали Что по этому столбику сюда надо поставить 6 После того как четверочку поставили А мы еще не высчитали Что относительно второй строчке Что мы сюда должны поставить? Можем поставить стройку Что? Нет, здесь мы вообще ничего не ставим Здесь автоматически должно получаться Чтобы 11 вышло в ответе Вот что мы должны сюда поставить сейчас 7 плюс 4 равно 11 У нас не получается Мы переходим в тупик Не получается Потому что здесь 0 надо ставить сейчас, так? 7 плюс 4 сразу 11 Да, вот здесь надо 0 ставить Если слагаемое какое-то прибавлять А нам 0 ставить нельзя Нам надо от единицы до 9, так? Значит тупик Значит последнее поставленное число Нами поставленное Это четверка Это было неправильное число, так? Да Значит мы пробуем на место четверки поставить что-то другое А мы можем вообще что-то большее чем четверку поставить на это место? Можем Ну пятерку допустим Можем поставить Нет Да вообще что-нибудь другого Смотри, у нас уже сейчас 7 плюс 4 будет сколько? 11 Сюда надо 0 вписывать А если мы сюда будем что-то большее вписывать То 7 плюс это что-то большее будет сколько? 12, 13 Ну и 11 у нас как-нибудь получится? Нет Уже не получится Значит увеличивать четверку у нас уже сейчас нет смысла, так? Да Значит на этом месте мы ничего, все, не сошлось Стираем И возвращаемся назад Что мы будем пробовать дальше менять? Менять девятку Ну на самом деле все эти третьи, вот эта третья строчка и вот этот третий столбик Они уже автоматически вычисляются Мы про это уже говорили Мы расставляем вот только в этой вот области числа Понимаешь почему только в этой области? Так, что-то я это сделал Мы ставим только здесь Когда мы здесь числа расставили То здесь вот эта восьмерка или вот здесь эта девятка Они вычисляются автоматически 2 плюс 7, 9 Не хватает, чтобы 18 получить 9 2 плюс 5, 7 Не хватает, чтобы 15 получить 8 Мы здесь вот не подбираем числа Они сами получаются, чтобы у нас были вот такие вот ответы А вот здесь мы пытаемся подобрать числа Правильно? Да Да, и вот сейчас мы должны менять какое число? Мы должны менять пятерку и восьмерку Подожди Почему пятерку и восьмерку? Последним что мы расставляли? Вот мы расставили уже первый рядок Помнишь? 2, 5, 8 И после этого мы перешли на вот этот вот столбик Мы стали во втором ряду пытаться ставить Вот сюда мы поставили семерку Да Да, так вот что бы нам последнее мы поставили То последнее меняем Ну семерку меняем тогда Да, на что меняем? Можем поменять на... На 8 получится? 8 получится... 8, 10 Можно было брать 10 Нет, на 8 получится... Вот сюда 8 поставить получится? Нет Потому что восьмерку у нас уже занята Да, восьмерка уже занята Девятку сюда поставить получится? Нет Потому что девятку у нас уже занята А где она занята? Нет. Она не занята. Если сюда 9, я уменьшил автоматически 7. Вот здесь у нас автоматически вычисляются эти самые записи. Пока все сходится. 9 сюда можно поставить. И мы должны перейти тогда дальше куда? Обрат. Еще 6 назад. Нет, подожди. Пока у нас все получается. Мы назад возвращаемся только тогда, когда у нас не получается. Пока-то получилось 9 поставить. Получилось. Значит что? Вот в этой области, где мы расставляем числа, нам не хватает еще одного числа. Нам не хватает. 9 минус 11 все равно 2. Но мы думаем просто про это число. Вот сюда единичку мы поставить можем? Пока еще. Можем. Можем. А вот дальше мы будем рассуждать. Что должно быть вот здесь? Единица. Еще одна единица, так? Да, но единица у нас уже есть. А там... Значит не получается. Так, значит мы должны сюда поставить что-то большее. А что-то большее поставить мы можем сюда или нет? Нет. Почему? Потому что тогда будет слишком большое число. И в третьей клетке у нас уже не получится поставить. Тогда у нас 9 и 2 в сумме дадут уже большое число 11, а у нас 11 в ответе. Еще даже третья клетка не расставлена. И уже все, ну как бы это сильно большое число. Мы не можем такое ставить. Нам уже туда-сюда ставить нечего. И тем более, когда мы будем пытаться 3, 4, 5, 6, это уже поставить невозможно. 11 мы тогда никак не получим. Значит сюда мы ничего не можем проставить. Нам надо возвращаться на шаг назад. А шаг назад здесь это где? Это девятка. Да, на место девятки еще что-то большее мы поставить можем? Нет. Не можем. Ну все, девятка. Кончились цифры. Значит мы стираем эту 9. И возвращаемся на шаг назад. Значит что сейчас мы будем пытаться увеличить? Была последняя цифра, это 5. Да, пятерка. Вот в этой области мы меняем. И на место пятерки мы пробуем какую цифру? Восьмерку. Подожди, а шестерка где? Ну шестерку можно бы ставить. Нет, ну по чуть-чуть увеличим, по чуть-чуть, по чуть-чуть увеличим. Шестерку ставим. Если здесь поставим шестерку, то здесь автоматически восьмерка изменится на семерку. Так? Да. Да. Пока все сходится. И дальше мы опять начинаем что-то ставить сюда. Мы начинаем ставить девятку. А семерку? Ну семерку мы не можем поставить. Потому что она у нас уже здесь. А восьмерку? Восемь. Ну пока мы можем поставить здесь восемь, Лёнь. Восемь. Пока восьмерок не было. И два плюс восемь получается десять. Но мы потом дальше. Сюда-то мы восьмерку получилось ставить. А дальше начинаем думать, что нам надо сюда ставить. Восьмерку. Тоже восьмерку. Сюда восьмерку получилось, а сюда уже восьмерку не получится. Тупик все равно, правильно? И тогда мы возвращаемся. Но мы все равно должны попробовать, пощупать каждую циферку. Вот здесь вот восьмерку мы могли поставить в эту клетку. Вот в эту первую клетку второго ряда. Просто нам уже потом дальше, в первую клетку третьего ряда ничего не получится поставить. Но мы пробовали. Здесь восьмерку вот попробовали. Ну не получилось. Тогда здесь восьмерка нужна. Хорошо, тогда возвращаемся на шаг назад и пробуем изменить что на что? Восьмерку на девятку. Восьмерку на девятку. Пока девятку нам никто не мешает поставить. Девятки еще не было. Два плюс девять. Пытаемся дальше уже теперь сюда что-то ставить. Два плюс девять. Сколько получается? Два плюс девять – одиннадцать. Не хватает вот здесь чего? Семерка. Семерка у нас уже есть. Значит мы ее не пишем. Значит мы ее не пишем. Девять мы можем увеличить? Нет. Не можем. Значит возвращаемся еще раз назад. Что последнее мы меняли до этого? Сестерку. Значит на это место мы что можем попытаться поставить? Семерку. Сначала семерку. Два плюс семь будет сколько? Два плюс семь будет девять. Сюда значит автоматически, чтобы пятнадцать вышло шесть. Так? Да. Хорошо, дальше. Ну, у нас все совпадают. Потом мы переводим на первую масштабику, где ответ на семнадцать. Угу. То есть, восемнадцать минус два равно семнадцать. Шестнадцать. Мы можем поставить восьмерку. Можно поставить. Ну, во-первых, семерку мы не получится, потому что семерка уже есть. Меньше не получится, потому что здесь надо двузначное число. Восьмерку мы пробуем. Дальше что? Два плюс восемь. Восьмерку. Восьмерку. Восемь плюс два равно десять. И надо опять ставить восьмерку. Еще одну восьмерку. Еще одну восьмерку. Опять не получается. Возвращаемся. Пробуем большее число. Вместо восьмерки пробуем что? Девятку. Девятку. Тогда здесь должно будет что быть? Семь. Но семь у нас уже есть. Тоже не получается. Значит, девятку мы можем еще больше увеличить? Нет. Не можем. Значит, возвращаемся к какой цифре сейчас? Цифре семь. Семь. На ее место что пробуем ставить? Восемь. Восемь. Тогда здесь автоматически будет пять. Дальше. И два. Ставим. Семь. Семь. Два плюс семь равно девять. И нам надо еще две. Хорошо. Пока получается. Вот. Сюда. Возвращаем серый. Возвращаем второй столбик. Семь. Ой. Восемь плюс. Ну, мы просто пробуем по очереди циферкой. Какую самую маленькую мы можем поставить сюда? Один. Один. Ну, и давай смотреть, получается что-нибудь с этой единицей или нет. Восемь плюс один. Восемь плюс один девять. Не хватает? И пять. Девять равно шесть. Шесть не хватает. Пока все сходится, так? Да. Хорошо. Тогда здесь что должно быть? Тогда здесь будет три и четыре. Здесь будет три. Пять. Три и три. Пять и три. Пять и три. Восемь. И двенадцать минус восемь равно четыре. Ну что, вообще все сошлось? Да. Ну вот. Получается, вот решение. Мы перебирали, получается, все варианты. Вот ты можешь рассказать, как мы это перебирали вообще? Вот способ решения подобных задач. Как надо находить решение? Вот мы уже его нашли. Я нарисовал двойки уже, где было не восемь, а пять, а долго и восемь. Пять. Пять и восемь было, да? Где два. Двуечка. Я нарисовал долго и не мог понять ничего. Потом подумал. Ну, ограниченность трогаемых, что он не меняется, я вспомнил от правила. И поменял восьмерку на пятерку. А пятерка на восьмерку. И так у меня все получилось. Ну, я немножко про другое хотел рассказать. Здесь вот мы сейчас воплотили метод перебора. Но перебора умного, который ничего не пропускает, и рано или поздно он доходит до нужного решения. Может, не очень быстро, но обязательно дойдет. Я хотел про это рассказать, спросить у тебя. Как этот метод, ты понимаешь его сейчас или не понимаешь? Как мы добрались, наконец, до такой вот комбинации, что у нас все сошлось? Ну, мы начинали, наверное, как? Сначала мы не знали вообще, какие клетки надо ставить. Мы начинали с каких цифр вот в этих первых ячейках? Мы начинали с каких-то самых маленьких цифр. Так? В первую ячейку вот сюда вот. Мы поставили самую маленькую, как мы могли. Единицу, так? А потом пробовали расставить в соседние клетки чуть побольше цифры. Там двойка, тройка. Некоторые не получались, потому что они сильно маленькие. Сумма первых двух цифр была такой маленькой, что нам надо было двузначное число ставить в третью ячейку. И, соответственно, такие цифры не подходили. Другие не подходили потому, что даже если получалось первый ряд поставить, у нас уже потом не получалось выстроить первую колонку. Или цифры повторялись. Да? Или получалось, что там сумма как-то не сходилась. Мы все время тогда, раз мы ставили в самом начале самые-самые маленькие цифры, мы возвращались на предыдущий этап и чуть-чуть повышали эти цифры. Сначала последнюю цифру повышали на больше, больше, больше. Не получается, возвращаемся назад, повышаем. Не получается, возвращаемся назад, повышаем. Не получилось все сделать что-то полностью с какой-то ячейкой и уже до девятки дошли. Значит, все, крест поставили на этой ячейке, стерли все оттуда, вернулись еще раньше. И там попробовали увеличить цифры. И потом заново пытаемся построить все во всех остальных ячейках. И вот таким образом мы, постепенно увеличивая ранее поставленные маленькие цифры, доходим рано или поздно до такой комбинации, которая уже, наконец, даст нам правильный ответ, правильное решение. Так? Да. Ну вот, ты понял сейчас всю идею этого решения? Да, понял. Ну и в будущем сможешь решить, если тебе дадут какие-то другие вот здесь вот цифры там, буквы там? Попробуй, сможешь найти решение тоже вот так вот грамотно, умно перебирая решение? Ну все. Молодец. Я думаю, что мы научились делать. Пусть не сразу, не с первого раза. Для ученика четвертого класса это все-таки не самое легкое решение. Но мне кажется, что у тебя, ну и у тех, кто посмотрит сейчас это видео, уже, наконец, будет ощущение понимания, как надо решать подобного рода задачи. Может, мы долговато их решали, зато мы выработали четко систему, как надо переходить от одной ячейки к другой, как надо потихоньку возвращаться на предыдущие шаги и продолжать наш перебор дальше и дальше. Все, молодец. Из всего класса, хоть брались за это решение другие люди, именно ты это самое, вот сейчас смог рассказать про это решение. Так что я захвалю. Умница. Все, давай. Вечером сегодня у нас будет урок по программированию в 5 часов. Пока. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok